Жилищно-коммунальное хозяйство 21 века. В России это стопроцентное импортозамещение товаров и услуг в отрасли. В Московской области на сегодня есть уже программа по импортозамещению лифтов, запущена программа по импортозамещению запорной арматуры. Полиэтиленовые трубы уже давно выпускаются российскими производствами и с каждым днем их ассортимент и качество становится лучше. Передовые достижения российских производителей в сферах природоохранных технологий, переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов, тепло- и водоснабжения и другие направления, задействованные в жилищно-коммунальном хозяйстве, предоставили на выставке в рамках смотра конкурса «Лучшие по профессии», который прошел в Одинцовском волейбольном центре. Это осады, которые фактически готовы земля. А дальше мы его можем переработать вот в такой материал, который представляет из себя фактически бетон. Мы можем сделать искусственные щели, которые можно применять. Таким образом мы утилизируем пиловый осад. Профильную продукцию представили 37 ведущих отечественных предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в Московской области и принимающих участие в реализации нацпроектов на территории региона. Многие производители на рынке уже десятки лет. Что представляете? Полипластик. Компания «Полипластик» 30 лет на рынке занимается производством полиэтиленовых труб для водосточных систем, для систем водоотведения, газоснабжения. Среди участников были и совсем молодые организации. Среди них и те, которые занимаются инновациями в области экологии и информационных технологий. Достичь высоких результатов им помогает внедрение и практическое применение новейших разработок. Одним из основных направлений нашей деятельности является переработка осадков сточных вод во вторичный продукт, который подлежит дальнейшему хозяйственному использованию для различных муниципальных нужд или нужд народного хозяйства. Сегодня также ведется большой объем работы по развитию отечественного производства лифтового оборудования и комплектующих. Один из подмосковных лифтостроительных заводов после пятилетнего перерыва возобновил свою деятельность. И к концу текущего года его мощность составит уже 5000 лифтовых кабин в год. А на проектную мощность 12 тысяч в год предприятие выйдет в 2025 году. Мы разработали сейчас новую модель лифтового оборудования, предназначенную для замены, для фондов капитальных ремонтов. Сделали уже опытный образец и с 1 декабря приступаем к серийному выпуску лифтового оборудования. Импортозамещение в России началось в 2014 году. И сегодня во многих отраслях экономики страна вышла на достойный уровень по производству отечественных товаров и услуг. Полина Толмачева, Анна Роднищева, телекомпания Одинцова.